Учёные бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернётся. Может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты. От этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн убелькислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Начинается программа Климат-контроль. Олег Пеков в студии. Мне помогает Евгений Копеин. Ну и Константин Рангс, учёный, журналист, пишущий о науке. С нами на прямой связи. Добрый день. Здравствуйте, Константин. Добрый день. Добрый день. Буквально недавно начала работу Новая Дума. И, собственно, начала она с того, что стала притворять в жизнь на зелёную политику. Ну, а она заключается в том, чтобы попытаться пересадить большинство рижан на велосипеды вместо личного автотранспорта, чтобы меньше загрязнения было в городской черте. Но, тем не менее, началось всё с установления новой велодорожки на улице Чак. У нас, кстати, был даже специальный интерактив однажды, где мы спрашивали рижан, насколько, как они относятся. И, честно говоря, рижане отнеслись немножко, скажем так, скептически, потому что всё-таки сейчас наступает холодное время, зима. И многие, как и предсказывали, что начнутся заторы с общественным транспортом. И тут, в общем-то, пострадают, опять-таки, те решения, которые не хотели использовать свои машины. В общем, странная история. Вот, может быть, поговорим сегодня вообще о транспорте, о том, что нас ждёт в ближайшее время, какие в ближайшие годы могут здесь произойти изменения. Ну, начнём, как говорится, от печки. Прежде всего, нужно сказать, что наша дума, она как бы подневольная. Потому что, ясное дело, что в Европе вот эта вот идея о том, что нужно переходить на новый стиль жизни, она, можно сказать, не просто как бы какой-то план там. Это начинает иногда напоминать религию. Вот сегодня по каналам Евроньюз передавали выступление Тиммерманса из Евросоюза и из руководства Евросоюза. И там прямо говорили, что мы должны, просто мы должны двигаться вот этим путём. Тут надо сказать, что буквально вчера или позавчера правительство Джонсона в Великобритании сказало, что они будут в течение 10 лет полностью избавляться от приобретения нового транспорта на бензине, который работает, либо на дизельном топливе. То есть, вот так. И, в принципе, действительно, это очень серьёзная вещь, о чём мы, кстати, и говорили. Ведь даже никакой пока что ковид, он не может остановить вот это движение, направление движения, которое выбрал Евросоюз. То, что, допустим, делают города Европы, включая и руководство Риги, это просто выполнение директив, которые сверху спускаются. Не просто обсуждение. Это уже директивы. И поэтому тут нужно действительно делать. Это одна вещь. То есть, это, знаете, как необходимость. Вот если, условно говоря, у вас засуха, то вы должны думать об ирегате. Ну, как воду добыть. То есть, это вот, что называется, суровая необходимость жизни. Так что к этому так надо и относиться. Вот сказано, например, что в течение ближайших 25 лет у нас должно в 25 раз увеличиться выработка ветроэнергетики. Сказано, значит, должно быть сделано. А вот кем это всё-таки? А всё-таки кем это сказано? То есть, вот может ли, ну, я не знаю, какое-то количество стран, объединившись, сказать, что, а мы вот хотим по-другому? А вот насчёт по-другому тут демократический централизм. Посмотрите, как сейчас прессуют Польшу и Венгрию. Из-за того, что они решили поставить своё в это в плане нового бюджета Евросоюза. Из-за того, что там говорится о том, что если страна не соответствует определённым критериям, там, говоря грубо прав человека, да? То в этом случае она может денег-то и не получить. Так что тут дело серьёзное. И будет очень интересно тем, кто интересуется политикой, посмотреть, как Евросоюз будет разделываться с Польшей и Венгрией. Ну, надо сказать, что, с другой стороны, есть страны, которые, как бы, пока молчат, но в душе они солидарны с поляками и венграми. И не хотели бы идти единым строем, как говорится, находились уже, да, есть опыт. Но, тем не менее, вот, а как это всё организуется, вот я бы хотел бы с удовольствием сам послушать, например, господина Америкса, который заседает в Европарламенте. Вот, понимаете, там же давно уже говорили, вот когда, я помню, ещё вот только вступала Латвия Евросоюз, и я в Финляндии разговаривал с людьми, которые работают в Брюсселе. Они говорили, что вы плохо себе представляете, что такое брюссельская бюрократия и брюссельское лоббирование. Лоббирование – вещь совершенно легальная. Вы просто работаете с депутатами, считаете, что нужно продвинуть ту или иную идею. Естественно, депутаты об этом задумываются, потому что им переизбираться надо. И таким образом, так или иначе, вы можете свою идею продавить. Насколько смеялись над вопросами тех же самых прямых огурцов. Господи, да я вспомнится, особенно российская пресса изгалялась, да и у нас тоже по этому поводу. Ходили взад-вперед, вот о чем кривые огурцы плохи. Но дело все в том, что есть лобби-перевозчиков. Это и профсоюзы, и представители компаний. Вот тут-то они выступают одним фронтом. Труд и капитал. Владельцы грузовиков и наемные водители. По одной простой причине. Им нужно было перевозить груз таким образом, чтобы плотность груза в контейнеры была максимальной. Если вы накидаете кривых огурцов в ящик, то ящик будет на весах весить меньше, чем если там каждый огурчик к огурчику будет уложен вот так вплотную. То есть это со стороны кажется смешно, а по сути дела это совершенно есть конкретные люди, у которых есть конкретный интерес. Я не сомневаюсь, что есть люди, которые очень заинтересованы в производстве, например, постоянных магнитов для ветрогенератора. И без всякого сомнения эти люди стараются продвинуть свою идею. И это вполне легально и неестественно. Вот мы должны понимать, что отстаивать свой интерес – это нормально. А не сидеть и ждать, что там тебе сверху спустят. Но в том-то и дело, что, например, существует лобби научное, это тоже нельзя забывать, существует общественное мнение. Вот, например, сейчас вышел фильм о Грете Тунберге, а Грете Тунберге, а Грета. В России, например, про это много пишут, потому что там хотят как раз показывают девочку, которая поднимает людей на борьбу с бюрократией. Причем, ну там лица бюрократии – это Путин, Трамп и президент Бразилии, Баруиду. Но дело ведь все в том, что вообще-то это просто олицетворение именно бюрократии. И она, вот эта девочка, она как раз символ борьбы общества с бюрократией. Но как только появляется какое-то движение в обществе, естественно, тут же появляются силы, как серфингисты политические, которые тут же это политическое движение хотят оседлать. Это профессионалы, они прекрасно понимают, получат они с этого выгоду, не получат. Будет ли это новое переизбрание или не будет. Ведь это же политика, это же люди профессиональные политики, это их бизнес. Прекрасная была фраза у Жванецкого «Если не можешь остановить какое-то явление, просто возглавь его». Да, разумеется. И зачем даже останавливать? Ведь надо ведь, как мне очень хорошо, тут когда начиналась еще эта история с весной, я слышал очень хорошее от одного знакомого из Франции, что да, конечно, мы все должны сидеть дома на изоляции. Но изолироваться в поместье площадью в несколько сот гектаров, это совсем не то, что изолироваться в квартире площадью всего лишь полтора-два-три десятка метров квадратных. То есть это разные вещи. Мне повезло в свое время общаться с дамой, которая всего два или три раза в год выезжала за пределы своего имения во Франции. Вы можете себе представить? Да уж. Просто не было необходимости, а когда выезжала, ну, либо на машине, либо на вертолетке. Вот это совершенно другой мир, и поэтому нужно заметить, что разные люди разных социальных слоев, они тоже к одной и той же проблеме относятся совершенно по-разному. И тут мы переходим сразу к вопросу наших улиц и мелых дорожек. Вот, да, уже пора. Откуда, можно сказать, вся эта идея произрастает? Нет, ясное дело, что, конечно, хорошо, чтобы в центре города можно было спокойно ходить, не уворачиваться от грузовиков, от автомобилей, да, чтобы скутеристы, велосипедисты и пешеходы не представляли из себя опасную для всех массу. Все, конечно, очень хорошо. Дальше возникает вопрос, как отделить, что называется, мухи от котлетки, зерна от плевел. Вот каким образом? И тут мы опять должны открыть карту нашего города и увидеть очередной раз, что наш город имеет один очень жестокий узел. Это река и количество мостов на очень небольшом расстоянии друг от друга. Как у нас люди не ездят, им все равно приходится заворачивать в центр, потому что реальных хордовых дорог, которые бы нанескось резали ритм. Вот, например, допустим, была бы дорога из Манголи, да, например, в Клябну, но не через центр, а хорошая скоростная дорога где-нибудь там, ну, восточная. Ей бы пользовались люди. Имеется в виду и тоже такой вопрос, допустим, вы едете по Южному мосту, да, вы съехали, а вы хотите доехать до Юрмалы или, например, до Лимонты, ну, самое простое. Как вы поедете, съехав с Южного моста? У вас вариант либо налево, на Баумску, либо вы поворачиваете направо и опять едете к кольцевой развязке островного моста в одну и ту же. Есть там еще одна дорога через Запникалс. Но это, знаете, что называется ехать дворами. Это не трассы. И по этой причине можно сразу встанать, поглядев на окраску, можно включить, знаете, монитор, можно включить свое приложение, ВАЙС, да, ВИЗА, можно другие посмотреть приложения и увидеть, как образуются пробки. Пробки образуются постоянно в одних и тех же местах. И улица Чака тоже была одной из самых пробочных улиц. Теперь ее сделали суперпросто. Не говоря уже о том, что вот эта дорожка велосипедная, она сейчас вот в холодное время пустует, что вызывает, ну, может быть, как раз-таки раздражение людей, которые понимают, что простаивает абсолютно полезная площадь, которая могла бы, ну, быть для выделенной полосой для машин. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, добрый день, здравствуйте. Добрый день, Александр. Вот смотрите, вот я слушаю сейчас Константина, и вот абсолютно прям как в десяточку. Вот делают сейчас по проспекту Вестра мост, который будет объезжать, вот этот дурацкий краснодвинский железнодорожный переезд. Как я все время говорю, проклятые коммунисты не построили мост, понимаете как, да? Все, их клянут, клянут, а вот видите, как не построили, значит, они не такие уж и проклятые. Ну, вот построят этот мост, и пойдет эта улица с этим грузовым движением по улице Твайка. А потом, куда она выходит? В озере улицы Твайка она выходит на этот мост, где стоит бывший завод РЭС. И что дальше? И там вы представляете, что будет по этой улице Твайка? Вот примерно вот так. Спасибо. Спасибо. Ну, что-то и проблема. То есть, можно сказать, что, допустим, я уже слышал интервью, говорилось о том, что вот улица Твайка, она вообще раньше была менее загружена, а потом стала сильно загружена, а вот теперь люди будут привыкать, ну, знаете, так, поколениями, да, к тому, что по улице Твайка ездить не надо. Вы знаете, возникает вопрос, а у вас есть вторая улица Твайка? Чака-2, которая расположена в нескольких кварталах, да, и которая широкая четырехполосная трасса. Если бы была, я так думаю, люди бы там бы ездили. Зачем им тут поползти от светофора к светофору? Нет. Люди едут по Чака, потому что это один из самых удобных способов. Даже вот когда вы едете по островному мосту, что происходит? Вы съезжаете со островного моста, едете по Лачпалише, поворачиваете на Чака, а потом так уже, потом двигаете в сторону домины. Другого там варианта разумного практически нет. То есть мы должны просто задаться вопросом, что транспортные нити города крайне неудобны. Они не соответствуют современному уровню автомобилизации. И вот тут начинают говорить о том, что да не нужна нам эта такая автомобилизация, а давайте-ка мы все будем кататься на велосипедах и на общественном транспорте. С одной стороны, можно сказать, господи, где же вы были раньше? Отличная идея. Но вот почему-то народ, знаете, вот не хочет, он вылезать из своих автомобилей. А во-первых, ну смотрите, во-первых, действительно ли вопрос климата? Ну когда идет дождь, и когда сейчас еще снег будет, или гололед. Вы знаете, хотя говорят о том, что машины скользят на льду, но машина все-таки на четырех колесах, как-то устойчивее. Можно на двух ногах сломать ноги, руки, да, если вы поскользнетесь. Машина-то жалко, но это все равно железо. Тем более на такой скорости в городе не гоняют. Второй важный момент. Сейчас ковид. И с этим ковидом все говорят, жить мы будем долго. И как выяснилось, этот ковид в очень большой степени захватывает людей, именно страдающих всевозможными хроническими заболеваниями. А сейчас у нас хроническими заболеваниями уже страдают и 30-летние. И количество пенсионеров, пожилых людей, он очень большой. Поэтому ясное дело, что очень многие люди стараются садиться в автомобиль, даже не потому, что им так этот автомобиль нравится, или по карману. Может быть, они хотели бы сэкономить. Но для них автомобиль – это капсула. Это индивидуальная капсула, в которой он едет сам по себе. А если вот машина поновее, там и фильтры салонные хорошие стоят. И вообще он ни с кем не общается. Я видел такое зрелище, когда люди разговаривали между собой. Ну, может, действительно, какой-то человек был инфицирован. Когда они разговаривали между собой, сидя в машине. То есть они показывали что-то друг другу, махали. Сидели каждый в своем автомобиле. И реально так можно? Знаете, такая своеобразная встреча, свидание такое. По телефону можно, скажем, сидеть в соседних машинах, видеть друг друга. В соседних машинах ты видишь человека, помахать ему можно. Сюда можно что-то переедать, как известно. В принципе, оставил, тут же рядом опрыскал это, дезинфектор. Взял, запихай. Нет, просто этот фактор сбрасывать никак нельзя. Люди хотят ехать в машине, они не хотят ехать в общественном транспорте. И поэтому пассажиропоток будет сохранять. Ну и еще ведь есть такие факторы, как, например, отвезти детей в школу. Все-таки на самокате это не сделаешь. Или отправиться за покупками. Сейчас все-таки, я думаю, все стараются как-то закупаться один раз и на всю неделю. И тоже вот на самокате как-то вот с большими... Редом не самый лучший с Кошем. Но тут я услышал потрясающее совершенно, ну такое как бы объяснение. Жители центра города, они не хотят жить на трассе. Вот не нравится жителям центра города, что вокруг много автомобилей. Извините, пожалуйста, от этого выражения это отдает не Европой современной, а отдает очень сильно таким махровой буржуазностью. Потому что мы все знаем, что в центре города нормальное, приличное жилье стоит очень дорого. И поэтому в центре города могут жить только весьма обеспеченные, если не сказать, богатые. И эти богатые люди, получается, они недовольны тем, что бедные люди ездят в центр города на своих, так сказать, драндулетах. Ладно бы все ездили на модных электромобилях, а то ведь на драндулетах. Так что уж если хотите в наш центр въезжать, говорят эти господа, то тогда уж извольте либо пешкандралом идти, либо, значит, на велосипеде ехать. Так многие бы и с удовольствием и не влезали бы в центр города на автомобилях, если бы существовали перехватывающие парковки. И человек, который, допустим, хочет прийти даже пешком через мост, допустим, в старушку, на старую Ригу, он бы мог бы спокойно оставить свой автомобиль где-нибудь около моста на левом берегу. И потом уже пешком или на велосипеде доехать благополучно в центр города и там кататься. Но мы же, получается, знаете, двигаемся по принципу широким кверху. У нас сначала сразу вместо того, чтобы создавать инфраструктуру для автомобилиста, которых реально подавляющее большинство, который мог бы оставить свой транспорт. И потом уже действительно в городе, который действительно хорошо центральную часть сделать пешеходной, такой вот велосипедной, да, вот, но он бы тогда бы сам бы хотел бросить вот этот вот свой, своего железного коня, потому что он приехал откуда-нибудь из, не знаю, там, Балдераи, Сыпникалс, Юрмалы, там, Олайн, еще откуда-то, ну, я с западной стороны, то же самое и с восточной. Приехать, оставить машину, сел на велосипед, или, допустим, выходили какие-нибудь электроавторцы. Ну, замечательно. Ну, а уже потом, когда уже люди, появились эти парковки, вот тут-то уже давайте будем строить сеть велодорожек. А сейчас у нас получается так. А давайте-ка мы велодорожку сделаем, сфотографируем ее, и отправим, наверное, наверх о том, что мы сделали еще одну велодорожку, вот мы движемся путем экологии и озеленения. Сколько людей на этой дорожке? Вот хотелось бы услышать у радиослушателей, кто пользуется этой дорожкой. Вот, может быть, наш парк. Вот, вот этот замечательный. Звонок был. А, вот сейчас он снова, человек дозвонился. Да, здравствуйте, добрый день. Добрый день, Виталий. Вы знаете, вот уже удивительно, что уже 30 лет все, что не возьмется сделать нашей правительству, приводит к катастрофе. А сами они живут по принципу Наратурдамского. Какое мне дело, что все вокруг свищут, если я сам себе рукоплещу? Так же и с этими велодорожками, дорогами, развязками и прочим-прочим. Невзирая на то, что они сделали, вот испоганили эту улицу Чака, и уже никто не хочет по ней ездить. Я беседую со своими знакомыми коллегами. Более того, все равно велосипедисты и скутеры ездят по тротуарам. Так же, как они ездят по тротуарам на Кришинбарна. Это просто бескребел какой-то, угрожая пешеходам. Поэтому, ну, надо как-то решать это через какое-то голосование, наверное. Может быть, давайте соберем подписи и будем решать уже. Не будем этому бездумному правительству и всем этим чиновникам давать дорогу, зеленый свет на вот эти вот безобразия, которые они творят. Я вот сколько бьюсь уже о том, чтобы убрали стоянку Сатексна от улицы Авату до Палачпиша, от улицы Авату до улицы Тербетас. Ведь это магистраль, соединяющая задвиние с центром города, через островной мост. И все время там пробки. Там я живу, и все время там пробки. Это невозможно посередине улицы устроить парковку автомобилей. Там проходит дорожка, затем парковка автомобилей, и все. А одна полоса, которая служит для всего, для поворота, для движения прямо, ну, это просто ненормально. Люди, давайте как-нибудь откроем какой-нибудь портал, где будем помогать этому бездумному правительству. Спасибо. Спасибо. На такой... Кстати, вот этот участок дороги, это, конечно, страшное дело, потому что раньше, я помню, это была дорога, по которой совершенно спокойно машины шли в два ряда, когда подъезжали к Чака, они там и в три ряда устраивались. Потом, значит, имеется в виду, делается велодорожка, а перед велодорожкой парковка для машин, и вот вся улица сжимается до узкого. В чем самое интересное, получается, что машины, которые едут навстречу друг другу, они едут достаточно, ну, в небольшом расстоянии. Ну, вот, как бы, принято было такое решение. А вот... Да, у меня тоже вот вопрос, например, насколько удобна сама идея, что общественный транспорт движется вдоль велодорожки. То есть получается, что останавливаясь, троллейбус или автобус распахивает двери, и там же, ну, вот могут проезжать, проноситься и скутеристы, и велосипедисты. То есть, выходя из троллейбуса, человек рискует попасть вот, ну, просто поднесущегося на скорости, ну, вот, например, велосипедист. Точно так же люди, которые ждут троллейбуса, обычно, ну, стараются, когда уже видят, что троллейбус подходит, подходить ближе, а тут приходится им выжидать. Ну, то есть это все увеличивает время выгрузки и загрузки людей из общественного транспорта, потому что им нужно еще преодолевать эту полосу велодорожки. Ну, мне кажется, что это, знаете, это та замечательная фраза о том, что гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Это как раз тот самый случай, потому что, да, действительно, ведь нужно же учитывать, что велосипедисты, что скутеристы. Скутеристы в меньшей степени, велосипедисты в большей степени. Они же, существа, так скажем, транспортные, весьма неустойчивые. Но не может велосипед и велосипедист ехать, да, и снижать скорость до определенного предела, и он начинает вихляться. Ведь это же кошмарный, страшный сон любого водителя. Когда ты едешь, а рядом от тебя справа, вихляясь, пытаясь удержать равновесие, едет велосипедист, и самое страшное, что с ним может быть, что он упадет между машин. Вот поэтому, по идее, конечно, его нужно изолировать от автопотока. Вот это условная голова. Вот знаете, вот мне, опять же, хочу сказать, в Испании, по-моему, я слышал эту замечательную фразу про то, что вот эта полоса для велосипедистов, да, вот, это профанация. По одной простой причине. Можно уповать на законы, которые приняли люди, но законы природы отменить невозможно. И если человек не может удержать равномесие на велосипеде, он неминуемо упадет. А машину невозможно мгновенно остановить. Практически невозможно. Это о чем? Это о том, что мы можем начертить эту полосу, что сюда не должны заходить машины. Но если велосипедист упадет на этой дорожке и выпадет за пределы этой белой полосы, то, как говорится, судьба его будет плачевна в случае достаточно такого активного движения. Ну, ладно, может, ему повезет, будет все стоять в пробке. Но дальше возникает вопрос тогда. Он может испортить машину. Ну, ничего несчастного не случилось, но он может испортить машину. Что тогда делать этому владельцу автомобиля? То есть, получается же, вещь совершенно непонятная. И велосипедист, собственно говоря, ездит. И я понимаю, почему они хотят ехать по тротуару, а не по этой полосе. Они прекрасно ощущают никакого удовольствия. Ты едешь, а рядом мимо тебя, что называется, автобусы, троллейбусы, отдавая тебя воздушной волной и жаром мотора. Поэтому по тротуару лучше, потому что на тротуаре он в более выигрышной позиции. На автодороде он в проигрышной позиции, слабейшей по отношению к автомобилям, а на тротуаре выигрыш. Вот он там и едет. Нам тут пришел комментарий, что уже в спальных районах дороги превращаются в парковки для машин, и что это тоже может стать большой проблемой в ближайшее время. Такой вот комментарий. В том-то и дело, что если... Ясное дело, что люди уже сейчас понимают, что в центр города на машине соваться гнилое дело. И они ищут, куда бросить автомобиль. Но так надо же, может быть, заранее подумать о том, что, господа товарищи, нам же нужно просто выбрать место, потому что машины никуда не тянутся. И через 10 лет будут ездить на машине, Бог даст. Не случится катастрофы какой-нибудь. И все. И люди будут приезжать. Нужно оставить, действительно, выбрать места, куда можно ставить эти автомобили. У нас есть, я думаю, можно найти территории, бывшие промзоны или что-то еще, где можно действительно ставить эти парковки. Парковки, которые будут связаны трамвайными путями, автобусами, еще какими-то троллейбусами. Они будут связаны. Помогут подбросить людей к центру города. Либо люди будут брать там велосипед или свой скутер. И дальше скутер в машине, кстати, уместиться может спокойно. И дальше на этом скутере он уже поедет по центру города. И все будут довольны. Но начинать-то надо с того, чтобы решить вот этот вопрос. А нарисовать в центре города кучу вот этих самых линий, а потом вот иметь вот такое вот отношение людей, которые считают, что к ним никакого нет ни уважения, ни понимания их проблем. И самое еще, что очень важно, все вот эти благие идеи экологические, после таких вещей, они совершенно, ну, профанируют. Ну да, это популярно. Люди не верят. Сейчас говорить о том, что идти на выборы со словами «Я зеленый, я тут вам сделаю город для велосипедов», это хорошо, чтобы не побили. Ну что же, спасибо большое, Константин Рангс и программа «Климат-контроль». До встречи в следующую пятницу. До свидания. Хорошей дороги. До свидания.